уважаемые студенты мы продолжаем с вами разбор ошибок при написании истории болезни сегодня у нас тема хирургические осложнения язвы на болезни желудка дружки перстной кишки вот перед вами титульный лист который в данном случае оформлен практически верно вот вынесен клинический диагноз который разбит на основной также вынесено осложнение сопутствующей патологии вот здесь единственное есть замечание к формулировке диагноза мы разберем это позже когда дойдем до раздела собственно постановки этого диагноза паспортная часть также оформлена совершенно правильно перейдем к жалобам типичные жалобы на кровотечение из верхних отделов желудочно-кишечного тракта в виде милены кроме того были эпигастральные боли также боли внизу живота и некоторые проявления анемического синдрома которые нам говорят о том что до кровотечение надо искать ну и на момент курации только на общую слабость остались далее перейдем к раздела нам на заболевание совершенно верно указано в течение какого времени он себя считает больным и мы видим что проблема хроническая то есть скорее всего хроническая язва они острые которые вот взяла и осложнилась кровотечением пациент не занимался самолечением и с момента появления милены и эпигастральных болей вызвал скорую помощь был доставлен в приемник вот здесь хотелось бы обратить ваше внимание что обычно особенно если вы пишете факультетскую скажем так историю болезни обычно вот на этом заканчивается раздела нам на заболевание то есть да что вот он был доставлен или там самообращение было а дальше вы как бы как врач приемного отделения или любой медицинский до специалист который первым контактирует с этим пациентом во время госпитализации вот вы с ним и начинаете работать в данном случае она у нас несколько продолжился скорее всего это показывает то что вы не были тем дежурным врачом который до первым проконтактировал с этим пациентом а вы например палатный врач и вашу палату он поступил и вот вы его приняли на курацию ну хорошо тогда нужно конечно указать что дальше сделали с больным имеются ввиду какие диагностические мероприятия были предприняты и конечно как его полечили ну и госпитализирован бла-бла промывание вот это важно промывание желудка через назогастральный зон получили отделяем по типу кофейной гуще да то есть признаки действительно какого-то наверное гастроинтестинального кровотечения и консервативное лечение было назначено в виде противоязвенной терапии гемостатической терапии обратите внимание выполнено переливание одногруппной крови и не было выявлено пострансфузионных реакций осложнений ну фгдс выполнено под седацией после совершенно верно отмывания желудка и вот там увидели язву и что самое замечательное нам сразу указана характеристика или классификация по форест то есть нам это дает самую главную информацию о тактике дальнейшего введения этого пациента то есть 20 это стабильный гемостаз поэтому совершенно верно лечим мы его абсолютно консервативно в принципе если это было бы выполнено приемном отделении да ну хотят под седацией ну хорошо если бы этого выполнено было в больнице скорой помощи то скорее всего этот пациент был бы госпитализирован на гастро койку они в хирурги потому что вот форест 20 стабильный гемостаз в наблюдении химии не нуждаются считается так далее следующий раздел у нас на кафедре принято сначала 4 социально значимые заразные болячки до туберкулез вич вирусные гепатиты венерические заболевания потом 4 социально значимые не заразные болячки сахарный диабет бронхиальная астма язвенная болезнь и конечно гипертоническая болезнь инсульта инфаркта и все прочее и потом уже все другие хронические болячки которые могли у пациента быть ну что у нас имеется гипертоническая болезнь замечательно что расписанные стадии и риск расписаны максимальные цифры и что базисная терапия отсутствует тоже указано вот имеется какой-то токсический гепатит алкогольный и обратите внимание уважаемые студенты а в анамнезе то уже есть язва тоже двенадцатиперстной кишки много лет назад осложнившиеся перфорации по поводу которой которого пациент был оперирован вот в таком объеме ну и кроме того были какие-то случайные раны дальше вредные привычки хорошо что вы указали курение и вот здесь несоответствие если он алкогольный тут наверное про алкоголь нужно было бы указать так вот если вы пишете уж курение ну укажите пожалуйста индекс курильщика стаж курения аллергонамнез наследственном замечательный эпидонамнез соответствии с современными тенденциями очень хорошо и самый последний раздел клиника экспертный анамнез о нуждаемости в листке нетрудоспособности переходим к разделу общее настоящее состояние которое всегда начинается у нас с определения состояния пациента здесь плохо то что не указано а чем обусловлено ну поскольку это жккшная история скажем так ну и вот обосновали бы что вот кровопотери она обусловлена или там чем-то еще таким тем не менее пациент в ясном сознании в активном положении тип телосложения не указан плохо и индекс массы будем надеяться что посчитан правильно настоятельно рекомендую писать все-таки кожный покров поскольку он один если вам необходимо уточнить то пишите кожный покров такой-то локализации бледно-розовый ожидаемками конечно у пациента с кровотечением умеренную хотя бы бледность бледно-розовый бледно-розовый обратите внимание субъектричный склер нашли это нас обяжет посмотреть его трансаминазы хотя бы да и также указано просто пушки хорошо далее лимфатические сосуды узлы да наверное избыточно не нужно так много это не та патология при которой нас это будет интересовать далее далее сердечно-сосудистая система вот здесь нас очень сильно интересуют конечно же гемодинамические показатели потому что мы можем рассчитать до индекс альгоэра вот обратите внимание здесь он был бы единичка это средство в ашоке 2 скажем так вот и вот здесь я хочу обратить ваше внимание что вот это избыточная информация оставьте все эти изменения при кардиальной области верхушечные сердечные толчки перкуторные границы оставьте это профильным специалистам у вас все-таки история болезни не не по пропедевтике указывайте только то что вам надо вот в данной клинической ситуации в данной клинической ситуации нам вот это больше всего надо ну конечно пульс обязательно характеристики посмотрим да и ну шум и конечно само собой тонны шума до системы пищеварения рекомендуется начинать все-таки с опроса по поводу аппетита сохранен ли он у пациента и имеются какие-то извращения и так далее далее язык совершенно верно и влажность и налет нас будет интересовать цвет живот форма участие в активе дыхания симметричность и наличие мышечного дефанса болезненности перитомиальных симптомов все указано стул задержан ну что хотя бы пишите все-таки это хирургический пациент на хирургических дисциплинах ну хотя бы указывать отходит ли у него газа но это важно да приставьте к при этом обычная да ну указывайте все таки мочеполовая система тоже хорошо так эндокринная система в данном случае нерелевантно лучше бы вот и вот это вот вот это вот не локальный статус это вы просто как-то выборочно нащипали то что уже указали в пищеварительной системе вот здесь обязательно должен был быть поскольку это пациент с желудочно-кишечным кручением ректальный осмотр указываем изменения в периональной области если они были и конечно само именно пальцевое ректальное исследование в данном случае в данной клинической ситуации мы больше всего хотим найти следы милены бывают ситуации когда вас будет больше всего интересовать гемородальные узлы и полипы опухоли бывают ситуации когда вас будет у мужчин интересовать простата бывают ситуации когда вас будет интересовать крик дугласа до тому женщин ну это другой в данном случае мы просто хотим увидеть там милену это жирный жирный минус в любой истории болезни когда вы подозреваете жкк неважно какой этиологии и какого уровня вы должны написать ректальный осмотр и таким образом мы приходим вот клинический да то есть диагноз при поступлении он по сути своей клинический то есть ставится на основании вашего сбора детализации жалоб сбора анамнеза и данных физикальных клинических может быть клиник эпидемиологически еще да ну в любом случае не подкреплены ни лабораторными не инструментальными никакими другими исследованиями и мы пока не знаем из того что мы прочитали что это язвенная болезнь ДПК там не указаны типичные какие-то признаки помимо того что там уже была язва да в анамнезе в ДПК там не указаны не детализовано а какие боли у него были эпигастральные то есть связь с приемом пищи да вы помните все правила чем выше язва тем раньше боль нет подсказок что это ДПК можно было бы просто под вопросом это поставить ну не выявлено не выявлено хотя у вас там в анамнезе опять же уже указаны результаты и вообще протокол описания ФГДС и там-то оно прекрасно выявлено поэтому вот здесь имеется путаница вот это раз дальше в данном случае пациент хирургический поступает все таки на хирургическую койку с гастроницидным кровотечением вот у вас основной диагноз будет не язвенная болезнь ДПК а кровотечение ЖКК состоявшейся ЖКК от такого-то числа Форест столько-то вот либо вы уж тогда выносите отдельно что язвенная болезнь а что ЖКК состоявшейся это осложнение этой язвенной болезни ну и это сопутствующая патология и таким образом в обосновании диагноза да у вас будут и жалобы и вот такой анамнез вот это лишнее здесь и конечно физикальном обследовании не хватает очень сильно локального статуса и кроме того когда у вас поступает вот такой пациент ну хорошо что он задержан этот стул а вы у него спросили вообще а когда у него он последний раз был и ну обязательно спрашиваю у пациента цвета какой он был консистенции то есть да не все пациенты смотрят не все пациенты знают но спросить вы должны вот это жирный минус на этом первая часть закончится заканчивается к плану обследования перейдем позже